Всем привет! Меня зовут Стэйси, а вы на канале Стэйси Ровер. Сегодня 9 февраля, и мы с вами будем рисовать Стича из одноименного мультфильма «Лила и Стич». Как ярко свете солнце, прямо в глаз. Очень необычное явление для Питера, на самом деле так непривычно, и я даже могу его посмотреть, и даже не из окна. И нет, сегодня совершенно не выходной. Как вы могли заметить, это уже третье видео на канале с прорисовкой неведомой зверушки. А дело-то в чём? В общем, я добыла пособие по прорисовке фантастических существ, где объясняется их биология. И самый первый как раз был из учебника. Какое-то странное существо, похожее на зайчика. Только я его ещё зелёным маркером раскрашивала. Его нет в основных видео, оно было только в шорцах. В общем, любое фантастическое существо из другого мира, пришелест или биологическое оружие, которым является Стич, представляет собой гибрид нескольких животных. Даже посмотрите на конструкцию Стича. По факту его тела мы можем сказать, что так же рисуется кошка или кролик. Посмотрите на уши. Уши – это типичные уши мыши. Нижняя часть головы – это однозначно лягушка. Нам вообще, кстати, часто дают понять, что его прообраз – это лягушка. Он даже её спасал, когда его сбивал грузовик. В общем, всё достаточно просто. Нет, не просто, конечно, но замысел не так сложен, как казалось бы на первый взгляд. А теперь вернёмся конкретно к Стичу. Кто же он такой? В начале мультипликационного фильма нам дают понять, что Стич – это искусственная жизнь. И не совсем понятно, андроид, киборг это, или просто биологический эксперимент. Ответы на эти вопросы идут дальше. Например, когда Лила слушает с ним пластинку, он оставит его ноготь, и когда он открывает рот, идёт радио. То есть мы можем предположить, что Стич – это уже не биология, это не мутанты, грубо говоря, не существует пробирки. То есть в нём однозначно присутствуют какие-то механические элементы. Также его создатель даёт нам понять, что в него заложена программа разрушения. Он говорит об этом прямо, когда они встречаются около приюта. «Ты так долго не сможешь, ты должен разрушать». Хотя эта программа не так уж и велика. А потом своему помощнику, биологу по москитам, он говорит то, что его потянут большие города, он будет переставлять знаки и воровать газеты. То есть Стич – не абсолютное зло и не такое уж страшное существо. Но с другой стороны, в начале мультфильма нам говорят то, что он очень быстро соображает, то, что его почти невозможно поймать. Он может поднимать вес в разы больше, чем он и так далее. По факту, это пробная модель, он эксперимент. Мы понимаем, что здесь ещё много недоработок, вольностей и неожиданностей. А ещё именно этот конкретный слайд полностью выражает моё настроение. Я совершенно не хочу идти на работу. Уж очень какой-то активный график в последнее время прям физически тяжело стало. Сейчас, хоть обратите внимание, я применяю бражбен, чтобы линии были разной толщины. Да-да, бражбеном не только делают надписи и применяют его в леттеринге. Это также инструмент для рисования. Кстати, о чувствах. В мультфильме неоднократно показывают то, что Стич может испытывать разные эмоции. Скуку, тоску, растерянность, грусть, эмпатию и даже любовь. Это очень интересно. То есть, в данном случае нам не так просто понять, кто же он такой. Возможно, Стич, андроид, с какой-то программой, и отчасти он все-таки является биологической жизнью. Возможно, он даже не столько андроид, сколько киборг. Киборг – это наполовину биологическая жизнь с механизированными улучшениями. Допустим, Робокоп. Робокоп является киборгом. А Альнита, боевой ангел, уже является андроидом. И, наверное, это то, за что мы действительно любим студию Pixar, за их продуманность, продуманность к персонажам, к сюжетам. Те мысли и вопросы, которые они доносят нам через свои произведения. Ведь каждое произведение данной студии задает вам какой-то конкретный важный вопрос. Даже Стич, пока он не попал в семью, он был абсолютным злом, его им постоянно называли, и нес он только разрушения и проблемы. Но потом он попадает в любящую семью и абсолютно меняется, у него проявляется интерес в жизни. Мы видим, что он пробует играть на Акулеле, исполняет Элвиса, что он действительно начинает любить эту семью, маленькую, может быть, не совсем стандартную, но хорошую, как нам неоднократно говорят. Да, и также поднимается вопрос полной-неполной семьи, то, что и маленькая семья может быть хорошей. И само произведение, конечно, содержит в себе много отсылок, но куда же без пасхалок в хорошем картине. Помните, в конце появляется у нас глава пришельцев, когда она решает, что дело с Стичем, и там агент бабочка, который кобры, он говорит 83-й ЦРУ кобра. И вот тут интересно, на какой же фильм идет отсылка. И достаточно сложно, то ли это... Ну, вообще, больше всего, конечно же, похожа на Людей в Черном, потому что действия происходят примерно в то же время. Похоже, похоже. А вы как думаете, откуда эта сцена? И плюс, кстати, пришелец похож тоже. Один из моих любимых эпизодов, это когда Стич строит Сан-Франциско в комнате Лила, и потом его разрушает и чувствует растерянность. Знаете, у меня сейчас примерно такое же чувство. Ой, да, вопросов, конечно, много. Интересный, интересный момент, да, когда он задается вопросом, кто он, что ему делать в этой жизни, для чего он в нее пришел. Причем нам показывают, что он фактически не был социализирован, и он не знает, для чего он был создан, пока ему его создатель не говорит, что ты машина разрушения, и семью у тебя нет, и любить ты никогда не сможешь. Вот что интересно. Но, вопреки всему, Стич выбирает другой путь. И это интересно. То есть нам говорят о том, что все-таки выбор каждого зависит от него. Делать то или это, делать зло, совершать зло, или отказываться от него. Это дело конкретной личности. И не важно, что тебе... Чего тебя ждут. И, возможно, даже иногда нужно идти против системы. Она не всегда права. А ведь создатель в данном случае все-таки обречен определенной властью. Это уважаемый ученый. Скорее всего, он бы продал Стича на каком-нибудь нелегальном рынке или представил его как суперсверхмашину для выполнения каких-то очень опасных задач. И судьба бы Стича была очень печальна. На одном из таких заданий он, скорее всего, и погиб. А помните, как он задается вопросом, что же такое семья? И нам, в пример, показывают сказку «Гадкого утенка», что вот он был с чужими, его не принимали, а потом он попал к своим и стал счастлив. Но свои же были из его же рода. А вот Стич у нас попадают в семью не своего рода, где есть определенная несостыковка с сюжетом. И вот тут интересно, конечно. Этот вопрос, кстати, очень часто поднимается. И вот в последнем мультфильме «Кот сапогах» во второй части, на примере у Златовласки задают вопрос, что же такое все-таки правильная семья. Сейчас эта тема волнует многих, все ищут ответы, ищут способы. И многие не понимают в этом мире, как жить, существовать, как строить эту семью. Потому что общество ждет от нас одного, желания у нас другие, а комфортно нам вообще в третьем. И вопрос семьи, наверное, один из ключевых, которые сейчас волнуют общество. Это также отражено и в мультфильме «Холодное сердце». Мы видим то, что сюжет уже построен на отношениях двух сестер. И да, там есть определенная любовная линия, но она как бы на заднем фоне. И нам показывают два разных выбора, два разных жизненных пути. то, что по итогу каждый обретет свое счастье, несмотря на то, каким бы он ни был, как бы к нему относилось общество, и насколько бы он не отличался от своего окружения. Еще один хороший пример, кстати, это «Храброе сердце». вот тут полностью мультфильм построен на внутрисемейных отношениях, понимании выбора. От того, как старый мир, точнее, да, разница поколений, конфликт поколений отражен, но очень ярко, и к чему может вот это вот насилие над личностью привести к каким трагическим последствиям, если не отступить от своей, ну, вот этой вот мании и уверенности в том, что я поступаю правильно, я знаю, как лучше. Ведь новая жизнь, да, поначалу она не самостоятельна, но достаточно быстро это становится новый человек, и нужно уважать его границы, как бы странно, как бы неправильно, на наш взгляд, он себя не вел. Кстати, обратите внимание, насколько меняется отношение стичек к семье и их общению, когда его перестают воспринимать как просто домашнее животное, когда его начинают воспринимать как полноценного, разумного члена семьи, тогда он уже идет и на геройство и прекращает разрушение, и начинает уважать окружающих, и перестает их кошмарить и использовать. Это тоже очень интересный момент, это вот прям то, о чем мы говорим о восприятии друг друга, то есть, чтобы изменился человек рядом с вами, нужно начать с изменения отношения к нему от себя и из себя. Это один из ключевых вопросов, который сейчас очень часто поднимается. И, конечно, это добрый, увлекательный и забавный фильм, который можно посмотреть всей семьей. Он не стареет, и пусть мультипликация достаточно старая, пусть он выполнен в 2D, но его достаточно приятно смотреть. Кстати, мне не очень нравится вариант, когда под основу накладывается карандаш, обратите внимание, вот конкретно эти маркеры намного лучше в самостоятельном использовании, цвет получается ровнее. И вот сейчас смотрю, непредвзятым взглядом можно было бы сделать и переходы.